Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет, подпишитесь и нажмите на колокольчик, если вы ещё нет. Это продолжение моей партии Зазулусов в Сидмейр Стивилизейшн 6 Газелин Сторм на карте Расщеплённый Фрактал. Если вы случайно наткнулись на это видео и не смотрите прохождение с самого начала, то лучше перейдите к первой серии, ссылка на неё появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, всегда лучше смотреть с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Для всех остальных приятного продолжения просмотра. Рис. Считать проще клетки. Так, убираем урошение. Да, я же поэтому не так и знаю. Да нет, просто я после того случая... И вырубать здесь болото и ставить кампус. Смотрю, куда я тыкаю город. Ну давайте, наверное, копейщиков, блин, хотя что-то долго, ладно, прачников. Четыре хода. О, тут у нас Рим уже близко. Ну я договорил, что, видите, вот эта вот кишка, да, и вот вам. Да, давайте мы уже с испанцем. Давай, Бангладеш, дружбу. Ну вы понимаете, что это дружба до наемников. Так, проверка по городам здесь. И до производства здесь. Чисто производство. И до производства. Так, что у нас по эпохам? Чилиния золотой. Люкс золотой. Кагирка золотой. Караген нормальный. Все остальные норм... А, вот, да, Масина тоже нормальный. Все остальные в нормальном будут. Блин, ну вот я... Ну это дебильно было взят Магнус, честно говоря. Потому что... Я тут, во-первых, вырубаюсь пока ничего. Хотя... Что-то все вырубить. Опа. Руинки найдены. Фигаси, Караген, у тебя уже лучники. Так он же... Он же вроде тоже строил. Да. Так что удивительно, что у него лучники. Блин. Бангладеш, ну что это за хрень? Что за выкупленные клетки? Ну ты охренел, что ли? Фойна. Пить, сломать, Бангладеш. Вот я так и знал, да. Кстати. По этому поводу. А почему? А, ускорено. Я так и знал, что он так сделает. В чем тебе как раз... Тебе клетка привыки, планы очень бесполезны. В смысле, это кампус на плюс 3? Что ты выкупил эту клетку? Это кампус на плюс 3. А, блин. Точняк. Да, не заметил. Бессмысленно, по факту. Поставил город и сразу же выкупил две клетки. Сразу же в мою сторону. Не, у меня так... У меня просто есть кампус на плюс 3. Я просто ошибся. У меня есть кампус на плюс 7. Бей. Я хотел только одну выкупить. Так. Наверное, монументальность берем. Хотя, плюс культуры за каждый специализированный район... Плюс 12. Не, ну... Не, ну... Не, ну это точно нет. Вот это можно как культуру, чтобы в наемников быстрее выписать. Я далеко очень... Так, а зачем тебе туда доверяю? Ой, давайте попробуем пирой кисть, ладно. Каждый район все-таки культуру... Дружи, дружную, дружелюбную. С дружочками дружными дружить хочу, да? Пока можно сказать, что сверху пусто. Караген, давай ты дальше не пойдешь, да? Ну да, там, но как бы тут знаешь, видишь, что тут такая... Главное, что я заметил, что... Ну тогда нет смысла. Чуть дальше, чем я ожидал. Не, ну там... Мне кажется, что вот ее я снесу и кину два нормальных города, да. Не знаю, вот что тут. Ну, вряд ли там сильно много. Пока не разведаешь, не знаешь? Ну да. Так. Конечно, вот это... Кампус, конечно, вкусный был бы, но... Но если я сюда, тут еще века, можно чем-то... Короче, надо пересаживать Магнуса, брать Пингалу прокачивать. Это я ошибку сделал. Да, у меня вообще вот кампуса места нет, в принципе. Я просто кампуса на ноль вижу. На все территории. Ну, там, где ты город поставишь, там будет кампус. Вопрос, когда я его поставлю, да? О, это другой вопрос. Это уже второй вопрос. А, блин, я не открыл. Плантации, вы дебил. Я же должен тут был ферму поставить, чтобы плантации открыть. А-а-а! Или давайте я куплю здесь рабочего. А, я не взял монументальность, блин. Ну, вот эти леса надо вырубить. Ладно, давайте... Давайте тут рабочего тогда, пока... Два хода. Потом поставлю на поселенца еще. Я бы тут поставил город и тут еще поставил город. Так, еда-производство. Тут чисто производство. Еда... Ага, тут амбарчик нужен был. Факт, ты будешь захватывать вообще. Тут лоялка, тут лоялка. Я ее не удержу. В Квакудзе тоже надо будет ставить. Ну, блин, вот это я, конечно, жалко... Юнит, я даже походить не успеваю. Жалко, что не успел. Причем в Квакудзе можно тут поставить кампус. Тогда в булавае здесь... ...ставится. Так, украшение открыли. Надо территорию контролировать. О, что-то я так быстро... Ну, давайте тогда сэкономим производство. Напоследнее, может тогда прокачать Магнуса, чтобы Улунди не терял жителей. Блин, ну я не прав вот здесь. Тут пингалу надо прокачивать, а не Магнуса. Я тут... Потому что мне надо в наемников быстрее выходить. И быстрее выходить в моих импи. Кстати, что в импи на меня надо? Торговый путь, математика. Три разных спецрайона. И при помощи копейщика. Мне надо копейщика построить стопудово. Видите, я на автомат поставлю скаута. Хай он тут бегает. Да, тут откладываем производство пока. И давайте в булаваю... Значит, смена... А, это 50 стоит, а тут 35. Смотрите, что чем ближе по радиусу... Тем дешевле выкупать клетки. Поэтому я... Антон, я тебе там предложение кидал. Ты что не смотришь вообще, что ли? Смотри. Это ты мне? Ну да. А, Елбан, ты же Антон. Не-не, я просто потому, что я принял сразу предложение. Да? Да. Там ресурс на ресурс, правильно? Да. Сразу принял. Широкую на широкую! Сам не заметил, значит, что-то... Извиняюсь за... Так, при подготовке юнитов, а тут еще при создании поселенцев. Так, я вообще, по-моему, рабочих больше не строю. Поэтому вот это можно убрать. Рисы я не буду строить. Давайте вот это производство поставим. Торговца пора построить. Здесь, значит, посила. И, собственно, вырубаем. Все равно мало культура. Ну, у Рима, понятно, это из-за его способности дурацкой. Ставишь город, у тебя сразу культура. Норм, да? И Кумаси, небось, он перекупил еще. Нет. Ну, мне надо Кумаси покупать и туда... Караваны отправлять. И плюс театралочки поставить еще. Я волнуюсь, что я вот могу не забрать этого великого человека. Сирим догадается провести проект, то он его будет. Скорее всего. Ничего не понятно. Нет, раздечу. Так. Плантации, плантации. У меня же пантеонная плантация. Я как бы подзабыл об этом. Максимум, у меня есть разведом, please. Ну, тут встану, буду стоять. Ну, еще поселенца, видимо, делаем. Я не знаю, кстати, по поводу, где мне тут встать. Ну, наверное, вот сюда. Тут хорошее место. И лояльность еще не влияет. И... Много клеток захватывается, хороших. Я тут сразу ставлю, и канду можно строить. Вот на этой клетке, я думаю. Ну, мне надо... Первый этот вот караванчик... Не разведал. Ага. В кумасе отправлять. Да я думал, тут все, знаешь, я смотрел здесь. Ну, испанца совсем грустно. Все равно 9-7. Так, я думаю, можно удалять эту метку. Эту тоже. А вот здесь для Квакудзе... Квакудзе... Вот здесь будет... Кампусик хороший. Так... Что, да? Ну, давайте, наверное, крабов обработаю, чтобы ускорить... Хотя, зачем мне ускорять? Так, стоп. Деньги можно отложить пока. Торговый путь. Каменный оклад. Зачем мне вот, например, навигация по... Хотя... Что тут Квакудзе обрабатывает? Эту клетку. Ну, давайте, краба, давайте. Надо ускорить. Тут бы еще на этом перешейке где-то город поставить. Я бы, конечно, круче было бы всего тут поставить, но... Проблема в том, что если я сюда ставлю город, сюда он не влазит. Антон, ты кого-нибудь ставишь? А, не ставить сюда нельзя. Да. Еще две цилизации. Ну, сюда, видимо, придется. Тут прикольнее в эту сторону, чем в эту, потому что тут гавань будет на плюс 4. А, ну, правда, здесь коммерческий район не поставишь в соседство. И тут, кстати, канал не построишь, потому что тут холм. На холме канал не строится. Не, ну, должен забрать. Думаю, должен забрать. Так, конечно, без дорог. Грустновато. Так, я же тут поставил на копейщиков. Давайте копейщиков ставить. У меня еще надо копейщиками кого-нибудь убить, но это вряд ли. Видите, тут варвары почему-то не появляются. Ну, и испанец отстает по развитию. Ну, у него горы не с той стороны. Если бы я был с той стороны, ему было бы лучше. Так, а что, какого он забрал генерала, интересно? Литературное произведение. Ну, я бы на его месте этого генерала, кстати, в литературное произведение отправил. Потому что на античности и средневеков... Хотя античность и средневековье... Видишь, там мой подарок и думаешь, вот тут дружба и должна закончиться. Хотя, может быть, и будем воевать. Что там у вас? Какой подарок? Да так. Ну, это не мой подарок? Не. Так, сейчас у меня будет посол. Так. Я жду нового открытия политического курса. Написал в личку. Может быть, нам надо больше людей, как будто с рандомами играем. Понял, что он имел в виду. Ты ему скажи, чтобы он вернулся в этот... Как его? В чатик-то? Я ему написал, да, чтобы голос вернулся. О, привет, Лекс. Я, смотрю, тебя сегодня завезло. Так. Из Улунди и из Булаваев, в принципе, отправляются караваны в Кумасе. Лакер просто. Значит, в Улунди. Я жду. То есть, я сначала должен... То есть, я следующим ходом должен три посла, в принципе, сделать в Кумасе. И отправить в Кумасе... О! О! Неплохо тебе, неплохо. Смотрите, там кто. В наемники выйдет, да, с поздном? Да, три буха там, да? Да. Да, ребят, спасибо, я пошел. Как ты угадал люкс, я вообще не понимаю. Блин. А с какого хрена тут? Ну, тогда можно уже сразу отправлять, в принципе. И не менять даже. Так, в следующем ходу. Странно, откуда у меня там посол, ладно. А, я же его первый нашел, что я делаю? Ой, блин. Совсем уже забыл. Как играть в эту игру? Ждем добавления. Ну, придется вырубить тут лес. Так, я следующим ходом, надеюсь, забираю на библиотеку. Так, и отправляю в кумаси. И сколько мне дает... О, что-то кого-то... Лагерь варваров... А, это кумаси. Ух ты, тут поразили нормально. Так, сколько мне тут на самом деле дает? Четыре культуры. Отлично. То есть я просто треть культуры сейчас получаю с этого... города-государства. Так. Ай, дурак. Сам с собой, да? Да, дурак. Какой-то я дурак. Так, стоп. Мне в наемники вообще надо идти. Не, ну я исторические хроники все равно хочу открыть. А в наемнике что? Военный лагерь захватил? Нет, а вон пост не захвачу, к сожалению. Строительство исследовать. А-а-а. Шесть ферм и восемь юнитов. Открыл железо. Единственное место для кампуса плюс три запорола. Так ты сначала поставь кампус, а потом уже открывай. Блин! У меня на том месте даже город не близко. То есть это вообще в принципе единственное место на возримом мне пространстве, где можно поставить кампус на плюс три. Не успел походить. Вообще не успел. Ну и все на плюс пять и плюс шесть. Я слеп. О, блин, у испанца уже шестнадцать, науки десять, культуры. Так, он начинает выправлять свое положение. Ну я сейчас... У меня неплохой ученый. Плюс мне надо еще два посла в поленки. А что поленки хочет? Ничего не хочет. А, я выполнил какое-то задание в поленке. Блин, мне нужен еще один, значит, в поленке. Да, спалил. Сразу библиотечка. Так, тут сразу город ставим. И, и, и. Может гавань? Кстати, ты в лесу, возможно, и не сломали бы. Может тут гавань делать, а не иканду? Там, перекинем, Леш, он там зашел. Так, тут еще одного поселенца. Делаем. Три хода. Как раз я должен, наверное, исторические хроники открыть. Два хода, правда. И поменять карточку. Плюс пятьдесят процентов к поселенцам. Сколько у испанца городов? Три. То есть, это вот все города, которые... Да я уверен, что у меня там сверху будет. Тут вот у меня еще территория есть. Ну, есть где ставить города, я уверен. Тут надо будет иканду, мне кажется, бахать. Тут вот театра. Ну, конечно, на холмах, ну, что поделать. Слушайте, я, может... Я вот что-то не пойму. Нормально я взял? Каждый город получает, после меня, за каждый специализированный район. То есть, Улунди должен, по идее, получать... Да, два... Две культуры есть. Две культуры есть. В Кавакудзе нехватка... Амбара. Челенью вылетел? Нет. А, или это вы, кто-то там стрим начинает, стрим заканчивает. Неньких звуков не слышал, честно говоря. Вот я сейчас слышал звук, да. Значит, может, у меня что-то... Я тоже не слышал. Ведь у тебя что-то... Так, три района, как раз... Как раз... Театралочку. Это ко мне идет, Караген? Не-не-не-не, на Кабу уйдет. Я тебя даже не вижу. Просто он как бы вот стоит так вообще... Да, и надо рабочих строить, на самом деле. А мне очень удачно. Ну, а зачем он мне? Не знаю. Да, и деньги нужны откуда-то. Ну, хорошие места. Ну, мне, конечно, надо просто больше караванов и отправлять их в Кумасе. Это куча культуры мне будет давать. Даже без театра. То есть, смотрите, один караван в Кумасе мне дает плюс четыре культуры. А я театралку поставлю, это всего две культуры. Ну, предположим, там с амфитеатром, который тоже там на Кумасе будет. Но, на самом деле, мне даже сейчас надо не театралки строить, а именно караваны, чтобы в Кумасе отправить. И союзить, в первую очередь, Кумасе. Блин, там бразилец бросает послов. Я специально оставил, на самом деле, чтобы... Так, ну, теперь можно брать пингалу и следующим ходом Магнуса пересаживать, потому что здесь еще должен поселенец доделаться. Ты намекаешь на то, что ты готов продлить? Я? Да. А, ну, что мне обоимать-то с ним? Я вот даже не вижу. А он тебя видит. Бойся. Да нет, он далеко, наверное, судя по всему. Мне ближе вон, этот, как его, люкс. Почти не спалил, на отца. Да он спалил. Спалил на самого начала. Монголы? Конечно. Ты сам ее спалил. Ну, я, да, я не знаю. Так, исторические хроники. Надо менять. Ну что, ставить на рабочих? Может, все-таки хватит одного хода? Так, производство. Ну, слушай, я вчера очень нежно тебя забирал. И 100% от кампуса. Очень вкусно, очень нежно, да? Ну, да, дал прям в руках уйти. Я ждал, ждал, ждал. Да, один ход хватит, нормально. Ну, уже у меня туризм просто падает от этой войны. Не понятно. Не туризма, а внутренне туристы упали на 50. Я не знаю от чего. Ну, кстати, из ваших концептов, то ли... Ну, заточили, не быстро, не победил. Да ладно! Ооо! Это дебильно, я потерял скаута, конечно. Продолжаем. Люкс. Ну, конечно. Так, доделаю тут... ...и строителей. Надо все обрабатывать. Деньги ему тоже нужны. Так, пересаживаем. Магнуса, наверное... Делегацию принимает теперь можно... Так, где я хочу вырубать сок? Где больше всего вырубать мне надо будет? Тут всего одна что-то... У булавая рис. Зачем? Че, короче, кабул стены... У меня забирать-то нечего. Вандини можно... На самом деле... Тебе объявлять Капулу войну было бы самое логичное заранее. Вот, кстати, интересно, а такие варианты есть? Если ты видишь, что человек собирается захватывать, то объявлять войну, если далеко находишься от города-государства. Чтобы город-государство начало строить стены и всякое такое. Ну, есть варианты. Объяви войну. Да уже поздняк нам нужно. Ну, нет, сейчас... Караген пришел. А ты хотел его забирать, что ли? Я нет. Я же тебе говорю, три города в это поставлю, хватит. Нет, а че тогда про Кабул? Че такого-то, ну... Да нет. Все прослушал, опять, короче. Ну, я, может быть, да, че-то... А если я щас строю... Ну, апнусь до арбалетов... Кабул, надеюсь, не апнется до арбалетов тоже? Может. Все он может сделать. Там как-то они действуют из... Да я даже не знаю, наверное, даже не по-среднему, может, даже и по-высшему могут действовать. Или по-среднему развить. Я вот не знаю, как ГГшки. Но это точно не зависит от их союзника. Тогда, наверное, надо... Блин, не апаться в них. Так, это я не смогу строительство... Не смогу ускорить. Считай, наверное, не хватает. Ты очень хорошо развиваешься после коридора. Вот шесть ферм надо сделать. Ну, точнее, сегодня. Ашен очень хорошую лекцию провел по развитию. Так. Ну, мне надо будет здесь вот пока фермы сделать. Просто я их потом уберу, наверное, когда-нибудь, но... Так, тут следим за испанцем. Опять же, у этого рамки сугубо агрессивность твоих соседей. Если ты продолжишь заниматься тем, чем сейчас занимаешься, то есть потенциал оказаться люксом. Так, сколько у испанца городов? Не в обиду. Все еще три? То есть он хочет сказать, что ему там негде ставить города? Слушайте, у него кампус четыре, три. Ну и тут будет три. А он тут кампус? А он тут на четыре поставил. То есть и выкупил мне клетку, а? Вот гад. Ну, это будут хорошие для меня города, если я их заберу. Я сразу вспоминаю партию, когда вы играли против чувака с четырьмя городами. И, поверь мне, там у него тоже не это самое. Может, пауза, ребят? Не камильфон места были. Да, кстати, у него вполне очень даже обычные. Все было. Я помню, помню. Да я уже не помню, какую партию. Челинь его, кстати, паузу просил. Будем удовлетворять его просьбу или... Пускай мучается. Ну, давай, просто... Челинь, я тебе пописать или... Зачем тебе? Покурить? Не, давай, тогда играем. Покурить вредно. Да, это вредно. Сигареты покурить? Ну, пока, да. Сигареты. Сегодня... Нет. Не сильно гуляем, да? Только сигареты. Ха, люкс! Нет, ну я рад, что... Что, что я не угадал, я... У меня сейчас груз свалился. Ты не представляешь, какой, да? Ну, да, да. Ну, потому что я не понимаю, как мне надо в обе ветки сразу умудриться выйти. Учитывая, что у меня компусов просто нет. Мне негде их ставить. Прям вздох облегчение. Слушайте, знаете, что я хочу открыть мистицизм ради посла и в поленки его отправить, потому что... Я смотрю, прям всё облазил, всё посмотрел. Потому что надо. Ну, иди этим. Как его? Дай поселку поставить город. Ну, в смысле? Ну, как в смысле? Всё, очки. Передвижение. Не, ладно, возвращайся. Тут я уже поставлю город благодаря дороге. Подождай, чтобы город поставить. Слушай, у тебя и так, как бы, циферки очень приличные, я скажу. Компусов своих понатыкал. Понатыкал компусов на плюс 5, блин. Ну, не, на плюс 5 я не вижу, на плюс 3 вижу. Ну, испанец, Катя, возьмёт исторические хроники, у неё тоже науки будет нормально. Кабул не жёг, что тебе город на реке не нравится? Ну, просто... Зачем? Это вообще... Так, давайте подумаем. Мне сейчас... Мне пока рано военную тактику выходить. Давайте что-нибудь другое пооткрываем. Баня, а смысл от бани нет? Слушайте, а железо у меня нету. А, у меня город на железе стоит. Железо всё есть. Нет! Всё разлилось. Всё, давай, кыш. Вот, кстати, поселок мог сдохнуть на самом деле. Потому что он прям вот в клетке стоял от разлива. Ему повезло. Фигой давай. О, я ещё и сюзереном стал. О, мохенджи-даро. Ну, мохенджи-даро... Кстати, мохенджи-даро тоже что-то там... А, полное жилье от воды. Ладно, нет. Вот кумаси мне важнее. В этом плане... Так, что у Лунди обрабатывает? Вот эти клетки всё на производство надо делать. Ученичество ускорили. Сейчас, на самом деле, езда с сокровищами. Стремно на улицу ездить вообще. Собирать. Потому что... Ну, опасно. Так, давай... Давай без вот этих рекламы... Твоего отвратительного образа жизни... Стремно ему собирать. Ну, чё такое собирать сокровищи? Чё я такого сказал? Хотя бы сказал бы, за покемонами охотиться стрёмно, например. Чё ни у кого люксов повторных нет? Как? Есть люкс, вон же он. Это потому что, понимаешь, это потому что мы играем на морской карте, и рабочих вообще мало. Ты как обработаешь, строишь гавани все... Ну, я не знаю, у нас тут не особо морская карта. Ну да, у нас тут вполне очень неплохо. А кто... А у нас, по Союзам, будет такой союз, да, Игус? Да, кстати, а когда у кого союза? Ну, улетел по культуре своей союза. Когда там союза? Да, в смысле? Вон у Масима столько же, сколько у меня. Сколько мне примерно ходов до наёмников? Давайте подумаем. Дело в том, что я сейчас буду, конечно, разгоняться. Во многом культуре себе буду караваны в Кумасе отправлять. Чем караген. Что? Ой, где-то на землю... Ну, там немножко, типа, минус 6, минус 7 от карагеновских статусов. Вот что плохо, блин, от этих всех легионов пока... У меня тут просто клетки 6 еды необработанные, понимаете? Это просто... Ладно, давайте следующим ходом паузу, действительно. Это зов природы. Давайте глянем. Испанец уже явно ещё одного генерала должен был взять. Обращается... Ну, такие, знаете, такие генералы. Ну, вот это у него классный торговец. Ну, то есть, вот с чудом ему, конечно, повезло здесь. В его случае. Так, давайте на производство. И до производства. Собираем... Вместе этих ребят. Так, ну, вообще, мне нужны караваны, чтобы больше... Давайте ещё одного строителя и начну... А, ещё вырасти 3 хода надо. Хорошо, тогда ещё одного строителя. До 7 надо вырасти, и... Чтоб гавань можно было строить. Строитель за один ход делается. Отлично. У меня тут стоит... Кампус производства строителей. Может, очки... А, у меня нету очков. Генерала. Хотел генерала поставить. Ну, ладно. Ладно, тогда всё пока так. Или поставить, блин, на производство... Давайте на производство всё-таки... Юнитов ближнего боя пока вот так сделаем. Потому что... Копейщики нужны. Во, хайгриво. А ещё есть 2 альтернативный вариант. У меня тут есть... Блин, грамм 200 траблмейкера. И, конечно, этого не хватит. Йо, паттимейкер. Траблмейкер. Ого, челенья включился. Ты не пел, не пел. Он просто не покурил, поэтому не пел. Какая заправочка интересная. Так, я хочу тут всё в Улунде, да, обработать в производство. Да, хочу. Ага, три хода. А почему там один ход строился? Не, давайте тогда копейщика лучше. Копейщика и потом... Начну гавань. Агрегент сделочка. Массима сделочка. Ну, слушайте, мы, наверное, уже можем... А вот плати денежку. Мы можем, наверное, договориться... Ой, смотри, уже... Я так понимаю, что там ещё Индия. Я из всех кого-нибудь встретила, только знаю, что ещё Индия должна быть. И кто-то ещё. Ну, в принципе-то мы... Все уже цивилизации знаем или нет? Или да? Так, этот мы бережём. Если мне будут Кумаси перекупать. Чтобы его обратно союзить. Ты же расположил. Ты же расположил. Я только одного человек не встретил. Так, давайте мы военную тактику отложим. Давайте вот, не знаю, верховую езду, потом... Массима, тебе сколько до этих союзов? Союзов, лесопилки, лесопилки, плюс один производство. Какой технологии дают? Через ходов здесь. Лесопилки в строительстве, че ли? Нет, плюс один производство они где получают. А, в Сталеварении. Очень далеко. Самое ближнее, это каменоломни, насколько я помню. Ну да. В порохе. Да, я видел. Я ещё подумал, может это мой? Я просто увидел, что отлетают эти хитпоинты. Думаю, кого это убили? О, ещё одного учёного набил. Прикол. Ну это такой себе математика и... Причём математику я уже открыл, по-моему, да. 46.17. Ну мне нужно культуру максим... Максить, а не науку. Потому что я уже в импито свои вышел. Считайте, вот они. Мне надо в наёмнике. Вот о чём я говорил. Люкс. Все хотят союзить кумаси, ну потому что это много культуры. На этом пока всё. Спонсоры канала «Продолжение» могут увидеть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok